Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский и сегодня я рад видеть вас на своем лайв-канале. Мы возвращаемся к истокам, которые когда-то сделали мой лайв-канал таким популярным! Ха-ха! Нет, он никогда не был популярным. К индюшатине, каким-то веселым инди-играм. Поэтому, вот сегодня я выбрал для вас игру This is the Police. Ну, точнее, вы для меня ее выбрали. Очень много людей в комментариях писали, что она похожа на Papers, Please. И я вспомнил, что ведь когда-то мои ролики по Papers, Please неплохо смотрели. Может быть, именно из-за того, что это прежде всего какой-то такой интересный процесс работы по-спортистам. А теперь я буду работать шефом полиции. К сожалению, мне не удалось снять для вас заставку, которая появляется в начале этой игры. Она без каких-либо предупреждений просто возникает из ниоткуда. Я не успел ни запись нажать, ничего. Но там, в принципе, ничего интересного не показали. Типа, ооо, демоны преследуют меня, демоны этого города, коррупция, разврат. Ну, короче, вы поняли, шеф полиции в каком-то крупном городе. Сеттинг дан, начало есть, поэтому поехали. Я всегда хотел быть мэр Роджерс сексуальный маньяк. Нет, я не хотел быть сексуальным маньяком, друзья, нет. Я хотел быть шефом полиции. Вы уже помните, что частенько в каких-то играх мне приходилось быть копом. Но сейчас я буду настоящим крутым начальником. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Марк Уор 2 покажет во Фрибурге на день раньше мировой премьеры. По личной просьбе мэра. Фрибург. А это не из Пейперс Плис как раз там не был Фрибург? Чё-то не припомню. Ну вот, короче. И, как я понял, это такой интерактивный квест, где принятые вами решения влияют на последствия всего этого. И, как вы помните, я чертовски хорош в принятии различных решений. Я король Телтейла. Я мастер КУТЕ. Я жму КУ как король. Я вижу насквозь все последствия своих действий. Поэтому я постараюсь стать самым крутым шефом полиции. И не думайте, что я просто буду вот таким говнюком. Типа сразу же стану продажным и всё такое. Нет, нет, нет. Я знаю, что в таких играх у каждого твоего действия есть последствия. Поэтому ставь Лоис, если считаешь, что Хованский лучший шеф полиции во Фрибурге. Блять, как же. Вот я такие реплики, друзья мои, не читаю. Ну, как бы я их проглядываю, я вижу, что в них написано. Но мне не интересно. Меня многие за это упрекают. Говорят, что я невнимательный. Нет, это не я невнимательный. Я достаточно внимательный, чтобы это не читать. Это создатели игры вот так вот льют воду. Такой, знаете, болтливый герой, который любит с собой поговорить. Про то, про сё. Мне не интересны проблемы с его внутренними демонами, понимаете? Потому что это же я, шеф полиции. Я. Мне насрать на то, что он там думает. Слышишь? О, оп, перемоточка. Мне насрать на твои истории с твоим отцом, блять. На. Мне не интересно, понимаешь? Не интересно. Прекрати. Доброе утро. А, это мне говорят доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стал для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Я ждал подобного дерьма от мэра. Вот так. Нужно сразу, короче, мэр, короче, отправил меня в отставку. Поэтому мы занимаем позицию как бы в контрах с мэром. Сразу, он петух. Вы знаете имя своего преемника? Нет, думаю, кто-то новенький будет сотрудник департамента. Департаментом мэра? Да, наверняка мэр поставит своего пидора. А, моего департамента? Ну да, Иуда какой-то, который предал меня. Он получит, короче. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Так. Ничего себе, надо думать. Тут уже базар взвешивать. Так, заместитель уходит, а мэр предложит мою должность этому заместителю. Не знаю, я был бы рад, но он же коррупционер. То есть, я был бы рад, но я не знаю, мы друзья с Фрэнсисом Кендриком. Ни за что не займет. Не думаю, может быть, откуда мне знать. Блин, откуда мне знать, это такой вариант на дурачка. Так, ну, наверное, я был бы рад, он же мой заместитель, я его выбрал, нет? Нет, ни за что, может быть. Может быть! Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Чушь, я не знаю, без комментариев. Да, если это полезно. Конечно же, мы же... ...и еще работают с мафией. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Определенно! Определенно! Этот старый хер, а он старый, старый хер, извращенец, я прочитал, он сексуальный маньяк. Он и меня хотел трахнуть, но я его сам трахнул, ублюдок! А, ну, иди сюда! А, ну, иди сюда! В натуре! Че, я буду отчитываться перед секретаршей? А, я пропустил! Че там было? Бля, многовато мотнул, пацаны, простите. А, мэр пришел. Че, это вонючую жопу, белые носки, пидорские, блядь, шорты, и пидорское поло, и пидорскую седину принесло ко мне, блядь, в кабинет. Потому что он старый хрен. Да, я понял, он злодей. Ничего себе. Такой, блядь, прям. Вот какой я крутой, нахуй. Курить нельзя, блядь, я и ушел. Да пошел нахуй, все равно буду курить. Штраф заплачу. Мудила, блядь. Конечно, блядь, я же хованский. Кто же меня не любит-то, блядь. короче понятно у меня всего 180 дней на то чтобы вывести этого пидора на чистую воду вот ты какой еще лукашенко нашелся так и чем не надо его посадить пошел нахуй петух я тебе не верю старый хуй не обещаю а вот и нет вот это вот этот мужик вот этот мужик он шарит он разбирается чистота городских улиц выросла на 20 процентов глава департамента культуры владеет виллой в италии францис кендрик достойный человек короче нужно нужно пройти эту игру но нужно пройти ее не так как кажется очевидным то есть кто-то бы наверняка стал хорошим копом и начал копать под мера но так не сработает Мы станем плохим копом и уберем мэра. Как-нибудь так. Он на бабушку ругается? А, это он. Нифига себе, с бородой. С усами, то есть. Терпила усатый. Хотите получать подсказки о том, как работает игра? ЛААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААậpина. Полиция Фрибурга делится на 2 смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицеры. Ебать, как сложно, я думал нужно будет только выбирать. Чё делать? Офицеры реагирующие на вызовы детектива. Вы можете свободно перемещать сотрудников. А зачем? Профессионализм, общий уровень эффективности 150 средний для полицейского Не назовешь способность, зато на тех, чей профессионализм заметно превышает среднее значение, можешь смело положиться Я буду делать, давать напарников, тупых, короче, клевым копам И они будут качать их Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал Чем меньше сотрудник сил, тем хуже он работает Удивительно, блядь Измотанный до предела полицейский рискует заснуть за рулем и совершить критическую ошибку Одно очко энергии после каждого рабочего дня и останавливает одно после каждого выходного Некоторые характеристики скрыты от вас Например, одни кого-то слишком ленивые и склонны отпрашиваться домой по любому поводу А другие чересчур любят выпить Но об этом остается только догадываться или делать выводы А-а-а-а-а-а-а. Так, и как мне смена Б? И куда мне их можно переставить? Ну, прикольно. Начать день. Это что? Ёбаная мать! Это что, мне ещё патрули нужно какие-то ставить? Реагировать на вызовы. Успеть послать копов к месту происшествия, до того, как истечёт таймер. Мини-игры! Нееет! Чем дольше копы будут недоступны. Самый простой способ посмотреть, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. На самые рисковые миссии можно отправить команду спецназа, но их должен сопровождать минимум один офицер! как сложно любая доступная информация от места преступления может подсказать вам насколько серьезно отнестись жестокая мясорубка мы с женой выходили из магазина увидели как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа который копался в урн водитель выскочил на крик но спокойно уехал что под колесо попал бомж но любой дурак может бабулю прайс можно отправить блядь бабуля прайс смотрите она справится с таким ну ладно бомжа он переехал поэтому отправим новичка нет ладно первый день не хочу зафейлиться а цубаки суровая азиатка разберись а где участок тут тут заебись администратор кинотеатра сообщил что на показ фильм гражданин кевин зал пытался пройти нетрезвый мужчина с доской до сноуборда и надписью розовый ботон когда его ой как смешно ой смеяться блять когда вы не допустили в зал он разбил кассиру голову своей доской отбивается от охранник кинотеатра вот это уже серьезно офицер янсе тут может их двоих все-таки нет двоих наверное асана давайте у него все-таки доска ребят чё за херня чё творится если все сложилось предельно удачно полицейски ловит приступника никто не умирает если дела пошли чуть хуже ну приступнику даёт вскрыть при худшем раскладе преступник может убить и гражданских циклов и копов Преступник скрылся?! Чё за херня, цубаки? Ебать, цубаки, ты... Ебать, цубаки! Преступник пойман, офицеры невредимы. Гражданские невредимы. Ебать, цубаки, ты меня нахуй подвела! Не поймала нахуй алкаша на тачке, блядь. Трое подростков с охотничьим ружьём ОГРАБИЛИ МАГАЗИН ВИДЕО КАССЕТ?! Оооо, нифига себе, трое подростков. Ну это же трое подростков, бабуля Прайс справится. Блядь, ну у них ружьё, конечно. А давайте, бабуля Прайс, я в тебя верю, разберись! Бабуля! Брат с сестрой сцепились друг с другом. Мы не рискуем разнимать их охранник на больничном. Рядовой Остин, ты достаточно квалифицированна для этой работы. У меня есть спецназ, карточка спецназа, я могу заюзать спецназ, ебать! На стрим вызову кому-нибудь. Ну чё, пока я неплохо справляюсь. Я верю в бабулю Прайс. Нихуя себе, несколько подростков напали на пожилого. Этим займутся два моих лучших офицера, Котти и Янси. Взять подростков. Бабуля Прайс! Если ситуация кажется копам неоднозначнее, связаться с вами и ждать прямых указаний. Бабуля Прайс, спокойно. А, нет, у дома Браун действительно стоит таса на стоны и громкий смех. Дом окружён. Откройте полиция. Преступник скрылся, бабу... Ааа, бабулю Прайс убили! Он убил бабулю Прайс! Бабуля, я думал ты разберёшься с подростком! И тут скрылся! Чё вы вообще не ловите никого? Чё это за копы такие? Блядь, бабуля Прайс! Бабуля Прайс, блядь! Ебать тебя в сраку! Задержали. Преступник пойман. Но это мои лучшие люди, блядь. Короче, бабуля Прайс, ты меня совсем подвела. Но я на твоё место найму кого-нибудь нормального. Не смогла подростка с ружьём остановить. Да что это за бабка такая? Ебать! Я тех бабок, которых на улицах вижу, они не то что, они обезоружат его, блядь! Ещё и нахуй ружьё разберут там, блядь! Соберут, блядь! Доставят сами в отделение, блядь! А это даже не полицейские, а просто старушки, которые у парадных сидят. Любому копу прийти на следующий день и работать сверхурочно. А это что такое, детективы? Прайс, как тебя выкинуть? Глупая бабка, блядь! Блядь, ясно всё. Да-да-да, его затравили. Травля, психологическая смерть! Понятно. Травля, травля! Коля Соболев! А-а-а, понятно, то есть он всё-таки продажный. Ничего себе, мелкие одолжения! Вполне легально, переловив всех преступников. Понятно, всех у меня переловить не получится, это мы уже поняли. Старейшая, могущественная преступная группировка. Понятно, убийцы. Успею позвонить ещё этому Сэнду. Всегда, всегда успеем, блядь! Всегда Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки. Уходят, строительство музея кино вновь отложено. Легендарный певец Генаро Креспо приедет во Фрибург. Генаро Креспо. Блядь, она когда-нибудь в первый раз заведётся или нет, нахуй? Что за развалюха, ебать? Я же шеф полиции! Отгул. Последние несколько месяцев я трещу день принимания депрессанты. У меня закончился последний пузырёк. В аптеке скажешь, что новую партию привезут только завтра. Пять? У него сила. Нет, 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 нет. Я знаю, как от тебя избавиться, придурок. Берч, сыночь читал захватывающий детектив, не успел добраться до концовки. Можно я поеду домой и дочитаю книгу? Нет. Пидоры, блядь. Ага, лычки на карточке. Раз в неделю вы получаете одну лычку, можете повысить любого сотрудника. Лычка никуда не денется. Повышение в звании сотрудниками не только растёт профессионализм, но и учится командным качеством. Ага, старший по званию. Понятно. Лычки. Кого я... Вот этот чувак точно... Да я ему две раздам! Ладно, нет, это перебор. Блин, а, наверное, им больше денег надо будет платить? Или меня это не ебёт? Это же деньги налогоплательщиков, нет? Музыка по указке. Любую пластинку из вашей коллекции. Начнём с первой. Поехали. Sweet Ginger Green. Давайте научимся нанимать и увольнять копов. Берчи младшего хочу уволить. Так, нанять на смену Б кого-нибудь крутого. А зачем мне этого пидора? Не хочу. Вот это профессионал. В смену Б. Чё теперь делать? Ага. Ребята. Я не понимаю. Я нажал. Уволить сотрудника. Не хочу увольнять Берчи. Берчи младшего. Он петух. Уволить законно. Ах ты. Ах вы твари. А я придумал. Я отправлю его на дело, где его убьют. Ха-ха-ха. Как вам такое? Ну-ка, 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 посмотрим. Ночью кто-то проник на старое кладбище. Сатанинские кресты. Справишься с этим, Рой? Та-та-та-та. Это чё за херня? Полицейский участок, биржа труда, что происходит? Я нанял что, 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 что? Всё, я всех нанял, чё хотел. Ну чё, Рой, разберёшься с вандалами? Два подростка царапают на его машине неприличный рисунок. Ладно, давайте, это всё-таки бизнесмен, вандал, разберись. Ну чё, Рой, как твоё задание? Глупые копы думают, я буду платить им выходное пособие. Офицер, невредим! Ты должен был грохнуть этого офицера, тупой вандал! Блядь, какие же вы тупые, просто пиздец. Наш лучший... Офицер займётся поимкой этого преступника. Преступник скрылся, вандал! Ты, ты чё, дебил? Как? Ты мой второй лучший сотрудник! Ооо, какие, с какими дебилами приходится работать, блядь! Может их по двое отправлять? Они же совсем тупые, блядь! Блядь, Фрэнка Неррона, сука, ну ты и тварь, тупая, манда! Почему не задержали официантку? Мистер Бойт, мой вышибал снова наелся И не выходит из туалета У меня огромная очередь Вандал, сегодня вышибалой будешь Отрабатывай проебанную смену Дебил, блять Сообщения у меня нет Композиции, дела, вызовы Странно, никто не пишет полковнику Ёпта Так, сейчас вооруженное ограбление какое-нибудь Продает подросткам крэк Ладно Кто-то появился на бирже труда А, слот офицеров появился Походу, кого-то убили А? Извините, мистер Бойт, но я увольняюсь За один вечер я заработал больше, чем Ах, вот оно что Но ведь хороший коп пропал Если его любимая жвачка снова не войдет в моду Рой, Берч младший, два дебила Я в вас верю Вы сможете уговорить его Вы же два дурачка, блять У вас должно получиться Блять, такого профессионального уже не нанять А сейчас смена Б или смена А, блять Смена А сейчас Ебать, мне нужно было К вашему приезду клоун мастерит пудели А вокруг него катаются детвора Преступник пойман Офицеры невредимы Ееееееееее Никакого больше крека для детишек Преступник скрылся А почему Блять, ребят, вы можете быть еще некомпетентнее Вы точно двое отправляетесь на убийство В следующий раз вы отправляетесь на кровавую нахуй баню Ребята Ооо, ребята Блять, я его повысил, а он от меня ушел Феминистские организации отказали в официальной регистрации Врачи используют феминисток, чтобы разрушить Фрибург Робеспьер раскроет свою личность, когда придет время Ой, как меня это сейчас заебало Понятно, короче Бывшая жена, видимо, ушла от него Забрала детей Да, после ухода Лоры И еще, и где они? Понятно, мне еще нужно вернуть бывшую жену за эти 180 дней, видимо Так сам выследи, ты же коп Понятно, никакой информации пока Понятно, понятно, понятно Энергия в старые ведьмы достала Где моя жена? Ты знаешь, где моя жена, нахуй? Говорит, Лора, если ты остановишь меня, я оставлю тебя Я оставлю тебя Говорит, как Шварц, блять Ну что, последний денек, думаю На первый раз хватит Хорошенького вам понемножку, да? Я еще не получил, слишком устал Едва задержусь на ногах Ладно, Бэннер Отправляйся А я его не первый или день вообще нанял? Этого Бэннера Он в первый же день устал, что ли? Ну не петух ли? Пара-па-па-ра-ра-ра-ра-ммм А где же лычки? А что, я не могу лычку дать? Не понял А где лычки-то? Уборщица мэрии видела, как пожилой мужчина Бьет дорогий автомобиль длинным железным прутом Кингстон, возьми в напарники Остин И возьмите его Будем мыслить Если кто-то совершил серьезное преступление И скрылся, к делу подключаются детективы Борца за права чернокожих Застрелили у дома Толерантное преступление Толерантное преступление Срочно отправляем всех наших детективов Тревога, тревога толерантности У-у-у-у Полиция толерантности Российская банда доставила нам много проблем Два дня, чтобы уволить всех чернокожих сотрудников Так а в чем прикол? Это же и есть расизм Каких социальных напряжений? Если мы их уволим, это же... Они этого и добиваются Вы че, йоу, никого я не уволю Хованский не различает цветов Но не в этом смысле Я различаю цвета Но немного цветов Двести пятьдесят шесть Машина, числящаяся в угоне Коти! Асану! Я могу больше поставить Субаки, отправляйтесь втроем Мне нужна эта машина Быстро! Расследование началось Проработка версии Последовательность Ага! Прикольно! Последовательность Вот так вот было вначале Вот так вот А че было тут? Спасибо вам, детективы, блядь Преступник пойман Офицеры невредимые Батя всех задержал Батя всех задержал А как бы еще бабла срубить? А зачем оно мне? Че я могу на него купить? Угу Педофил! Янси, ты сможешь один задержать педофила Водителя рядом нет Опыскать машину Выждать водителя Преступник пойман Профессионал Батя научился преступников ловить За два дня Ну смотрите Разве я не король? Так Кингстан Иди надери им жопу Блядь Если у меня опять его заберут Я перестану людей отправлять На такую хуйню Как-то я не подумал Что он захочет Вышибал и зарабатывать Три новых кадра Ага Варианты того Что могло произойти И че это я должен что ли? А зачем мне детективы? Ебать Ну вы даете Че это Я должен сам Следовать убийству Я же шеф полиции Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Сложилось Или не сложилось Сложилось Не сложилось Сложилось нет Или тачка наоборот Она сначала стояла Потом поехала Потом высунулся чувак Или наоборот он ударил Убил и уехал и припарковал Вышел за лекарством И у меня чуть не сбил какой-то идиот Ну пожалуй что правильно поставил Не знаю Бармен сообщил Что танцовщицы поссорились из-за чаевых И начали драться прямо на подиуме Осана Последний раз доверяю тебе Возьми Остин Блять если не разберетесь нахуй Уволю блять Этнические меньшинства Из бар поступило сообщение О драке между посетителем И охраной заведения Попытался спеть с ней дуэты О господи Коти возьми с собой цубаки Вдруг он с ножом Шеф я почти прищучил этого ипошку Он оказался слишком быстрым для меня И выиграл по очкам Зато после поединка Он показал мне пару приемов И я так увлекся Что немного потянул спину Приду домой Отлежусь Ну ладно Ты хотя бы не съебался Блять На город падает тьма Засыпает шпана Просыпается мафия На подиум дерутся женщины Пьяный охранник спит в углу Подвыпущие клиенты Внимательно следят за происходящим Достать девушки Не ссорьтесь Упросить у бармена ведро Неужели у нас получилось Скрылся Да ладно Я же Облил их холодной водой Они убежали На улицу Получат воспаление легких Тупые чертовки А я че сижу допоздна Потому что блять Отстой какой Работа копа отстой Ладно еще денек отсижу А то этот какой-то скучный Блять Ничего нахуй не произошло Пять дней нормально Будем по пять дней записывать Хотя их всего сто восемьдесят Ебать это многовато А их точно будет сто восемьдесят А сколько времени вообще я играю сейчас Интерес ради я После дня в филе, я приходил домой с бакетами, шовелами, но даже тогда, я остановил мои пилы в доме, потому что, каждое время, когда я пришел на трипл, кто-то кричит на мой дом. И теперь, они кричит на мою дверь. Ну, хорошо. В последние годы, когда мы работали вместе, Кендрик никогда не пришел visitать в доме. Но он никогда не пришел к вечеру с семьей. О, у него личная охрана, это мафия, очевидно. Они не телохранители, они у него в заложниках. Ага, понятненько, понятненько. Мне на тебя надо срать, Фрэнсис. Это твои проблемы. Я не буду тебя прикрывать. Я не буду тебя прикрывать. Не буду. Сосихуй, тварь. Я не буду тебя прикрывать, Фрэнк. Я не думаю, что у меня есть ничего... Вот такой вот, вот это да! О, твои проблемы, блядь. Надо было думать перед тем, как 20 лет работать на мафию, блядь. Лучше б пирамиды рекламировал, блядь. Хе-хе. Заводись, блядь! Господи, когда я уже новую тачку куплю? Блядь. Нет, тебе нельзя, тварь тупая, сука. Ты точно отправишься, блядь, на убийство нахуй какое-то. Шаппи, шаппи... Ай, блядь, как неудобно выбирать! Синген Эм. За то, что я слушаю чернокожую музыку, меня не застрелят. Фрибург достаточно расистское место. Ага, запросы в мэрию. Увольте всех черных копов. Насколько они довольны вашей работой? Так, ну у меня нет! Мой лучший коп черный! Я его повысил! Я отказываюсь! Софите хуй! Прибавку хочу. Все, больше ничего не надо. Похороны марша. Спит грязный бомж, который регулярно писает под себя. Рой, займись им! Возьми с собой Берча-младшего! Вы мои лучшие детективы для таких дел! Надо придумать вам смешные клички. Винный магазин, мужчина с пистолетом в руках. А ну-ка, подтяни нашего Берча. А то я так понял, что мне не скоро дадут новых детективов. Завтра истекает срок. Сосите. Позвонил продавец хот-догов. Два двойника Элвиса. Рид, Грант, я думаю вы справитесь. Ладно, возьмите с собой самоди. Все-таки это двойники Элвиса, а не опасные парни. Они явно знают толк. Да как?! Как вы бомжата упустили?! Господи, дела! Уволить! Уволить нахуй! Уволить, блядь! Вы уволены нахуй! Уволить, блядь! Роя-младший, слишком старт. Все, Берч-младший, уволить. Блядь, провалил три задания подряд. Ааа, я могу подставу устраивать! Отлично! Точно! Точно! Вот оно чё! Я... Я хитрец! Я настоящий хитрец! Я даю ему задания, которые он не может выполнить! Нормально! Батя-то какой, блядь! Боже мой! Люди же, наверное, делают так и в реальной жизни! У магазина есть два выгода. Войти в магазин через главный вход. Въехать в витрину магазина. Взял в заложники кассира! Кассир Меркска кричит на непонятном языке. Грабитель занервничал. Мне просто нужны деньги. Возьму немного и уйду. Пообещать не стрелять в грабителя. Аха-ха-ха! А, нифига! Я молодец! Я же всё правильно сделал! Блин, зато Бердж теперь выполнил задание. А у него всего 70! Нафиг он мне нужен? Сегодня очень жарко! Пресс поднял... Отправьте кого-нибудь присмотреть за купальщиками. Бердж-младший, справишься? Джек, в этом году внезапно изменили правила конкурс по стрельбе командным. Нет-нет-нет, к сожалению, двух своих лучших стрелков. Конечно, конечно! Отлично, отправляем. Поймали? Преступник пойман, офицеры невредимы, гражданские невредимы. Группа молодых людей в Балаклавах. Спецназ, может быть, отправить? А мне некого отправить туда! Походу, только Берча! И Берча-младшего! А, нет, все в порядке. Расследование началось. Понятно, шла-шла баба с сумкой, и теперь она без сумки. Победили? Победили? На сегодня все. Ну вы даете, а? Порча имущества, отчет поймали? Скрылся! Блин, ну и говно! Как все сложно! Надо было посылать спецназ! Так, так, так! Вот он подъехал, вот он схватил, вот он уехал. Гуанин Линь, китайский эмигрант, недавно отчисленный из университета. А, стало быть, прошлое расследование я не закрыл. Поддержку? Сват нет, отправимся без этого. Детали, тут я, наверное, их по-другому расставил. Ну что ж такое-то, нет? А, вот оно, Трэвер Хорнтон, расист, у которого уже есть несколько судимостей. Нет, а как мне отправить ведущего детектива? А, он сегодня не его смена. Охранник выходил, как подросток пишет матерные слова. Поймать. Блин, у нас совсем отстойные офицеры сюда идут. ААААА, надо было спецназ, наверное. Все сложно, у меня все путается, друзья. Все опять, все опять начинается, как в Пеперсплист. Просто месиво информационное, я не понимаю. Все. Преступник пойман Дело закрыто Преступник пойман Офицеры невредимы Завершить день Придется проводить гораздо больше времени на работе Да вы че прикалываетесь Я и так торчу дохуя на работе А вы Все, ладно Блять, друзья мои На сегодня хватит Чекпоинт мы прошли Надеюсь, что вам понравилась игра Весис Полис Так же, как и мне И что мне имеет смысл продолжать ее делать И если вы хотите увидеть продолжение Лучший способ проголосовать Это поставить лайк И написать комментарий Может быть репостнуть вконтакте Подписаться на лайв канал Если вы еще не подписаны А на сегодня все Друзья мои С вами был Юрий Хованский Коп Фрибурганский Да, как-то не арти звучит Субтитры сделал DimaTorzok